Итак, добрый вечер. Сегодня тема истина. Почему люди не любят истину? Потому что истина глаза колет. Посмотрите, истина для многих такое положительное слово. То есть, ну вроде, ну всем должно нравиться. Истина, правда, но для некоторых людей она очень неприятна. Она причиняет им боль, невыношимый боль. Поэтому они ее избегают. Как это возможно? Как это вообще, что вот все же хотят истины, вроде стремятся, чтобы все за правду. Кому нравятся поджелки? Вы согласны с тем, что вам бы не хотелось какой-нибудь вот купить поджелки? Или вы работаете, например, долгое время, например, дал вам какую-то зарплату, а потом оказалось, что это не настоящие деньги. Это поджелки какие-то, поджеланные доллары или другие там деньги. Конечно, нет. Нам не хотелось бы, чтобы нас кто-то обманул. Или еще мы покупаем продукты питания. Так мы же проверяем качество этих продуктов. Нам же хочется кушать что-то полезное, вкусное и полезное, чтобы вот быть потом здоровыми. Ну вы же не купили там овощи, фрукты из пластмассы. Это просто такая, значит, отрапа, такая, чтобы поставить, чтобы красиво смотрелось. А там ничего внутри нет. Сегодня, знаете, полный мир поджелок разного рода. Но вот если бы вы купили такую поджелку, вы же не смогли бы жить. Посмотрите, что полно везде в нашей жизни всяких поджелок. И люди вроде за то, чтобы вот за качество, да, но почему-то такое не происходит. Очень в жизни получается, что мало качественных товаров. В качестве отношений тоже, смотрите, не настоящих отношений, а такая поджелка. Давайте поразмышляем, вот как ищи такую жизнь, истинную жизнь. И почему людям не нравится истина? Вот какое у нас, у меня есть отношение к истине? Это, по-моему, интересный вопрос. Обратите внимание, что такое истина. Истина – это правильная информация, достоверная информация. Что-то настоящее, а не поджелка. То есть такие синонимы есть для слова «истина» как «правда» или «истинный человек», «правдивый человек». А противоположность – это ложь. И на самом деле существует или ложь, или истина. У нас в посерединке ничего нет. То есть такой наполовину не бывает просто. И так нам это выгодно. Посмотрите, есть суды. То есть когда в жизни возникают конфликты, то люди обращаются в суд. И нам тогда очень хочется, когда нас обокрали, мы пострадали, кто-то попал в аварию, в нас там машина врезалась, представьте себе. То есть тогда очень важно, чтобы добиться истины, как было на самом деле. Очень часто, когда авария, столкнулись машины, приезжает, например, рабочий человек. То есть когда против нас совершается преступление, мы с удовольствием тогда обращаемся в суд, в полицию, в суд для того, чтобы добиваться истины. Потому что мы пострадали. Мы считаем, что знание кто-то поступил несправедливо. И вот тогда для человека всегда очень важно. Я же за справедливость. Я же хочу вот просто, чтобы все было по-честному, по-справедливому. Многие люди так хотят. Так говорят. Ну, знаете, еще больше тех, кому это невыгодно на самом деле. Потому что есть вторая вот сторона людей. То есть людям не нравится истина, когда они ведут нечестный образ жизни. И для них это разбирательство судебное. Оно не в радость. Если это преступник, знаете, его вызвали в суд, или полицейские его позывали к себе на разговор, и человек он совершает, но неправильные поступки. Не живет по закону. Могут его осудить, наказать. Поэтому он боится полицейских, боится судов. Потому что там они могут выявить истину. А вот согласно истине человек, он нарушает закон. То есть есть две группы людей. Одним нравится истина, ее слушать. Они ничего против не имеют. Они стремятся в своей повседневной жизни, чтобы было все по-честному. По-настоящему. А другие, они хотят, чтобы было по-честному с ними, но они не относятся так к другим людям. И очень часто вот эти люди, как-то для них это не очень важная тема, истина. Есть много таких ситуаций, где должно быть для нас очень важно, чтобы вот мы, ну, не зря починяли свои силы. Я вот вначале сказал, ну, если бы человек он работал, а работал, то, что его обманул. Не сдержал свое слово. Или заплатил ему подделами и деньгами. Какое сильное разочарование. Мы бы так возмущались, сразу пошли бы в суд. Или если мы что-то приобретаем, строим, а получается результата не будет, потому что там, ну, вот, в фундаменте вместо цемента положили что-то, просто песок один. И там нет фундамента. Здание, оно рухнет. Можно его строить, строить долго, но там жить безопасно нельзя. Оно просто разрушится. Рано или позже. Так что мы видим, что в нашей жизни мы должны стремиться к тому, чтобы выявить, где находится истина. И вот наша жизнь должна быть основана на истине. Тогда она будет чего-то стоить. То есть эта жизнь будет, ну, долгой. Я бы хотел вот один из них прочитать из Библии про истинную жизнь. Есть такое выражение. Истинная жизнь. Где побуждается нас тому, чтобы собирать сокровища, которые остаются в сохранности. Хорошее основание для будущего, чтобы крепко держаться, крепко взяться за истинную жизнь. Это письмо к Тимофею, 6 глава, 19 стих. Говорится о истинной жизни. Значит, есть, согласно Библии, тоже и неистинная жизнь. То есть есть такая подделка. И сегодня множество людей, которые не ищут истину. Для них это такое, да, какая разница, что это истина такое. Вообще они, у них ирония включается. Они смеются. Может оказаться, что эти люди, они не ведут настоящей жизни. А у них просто сплошная, очень длинная, много лет подделка. И они могут потом сильно разорваться. То есть они работали, там, трудились. Посмотрите, то же самое в отношениях. Может быть, с человеком строить что-то можно. Отношения. Брать, семью, любовь. Вот все, очень хорошее побуждение. А вот если там нет истины, нет честных отношений, нет фундамента, на котором они строят, крепкого. А вот крепким фундаментом это и есть истина. На уже ничего нельзя построить. Если это подделка, а не цемент, а просто какой-то кусок, так на нем же не построится. То есть смотрите, каждый материал имеет свои свойства. И когда он сохраняет эти свои свойства, или у него высокого качества, как цемент может быть высокого качества. Вот из таких материалов, когда мы строим дом, тогда мы надеемся на высокие качества. И вообще по жизни, смотрите, человек, когда ему нужно, он всегда будет за качество. Он покупает качественные часы, качественные, скажем, материалы, приобретает серебро, золото. Все, что вокруг него, он хочет, чтобы это было высокого качества. Это удобно, потому что это надежно. Одежда высокого качества, она полезна, здорова, она удобна, она красива. То есть все, что высокого качества, нам очень нравится. А что сказать тогда о нас? Являемся ли мы людьми высокого качества? А как этого определить? Ну то же самое. Являемся ли мы правдивыми людьми или подделкой? Есть люди, которые, они похожи на подделку. Вот это выражение, знаете, я к нему всегда возвращаюсь. Будь человеком. Мы же знаем так. Это не только сейчас, что я буду читать кому-то лекции насчет того, что надо верить Богу и поступки хорошие. Когда нам надо, мы же сами говорим, там скажем, полицейскому на дороге. Будь человеком. Это что означает? Мы хотим, чтобы он по-доброму с нами поступил, по справедливости, даже по-честному. Нам нужен мандат. А мы хотим, чтобы он вел себя как хороший человек, чтобы нам простил что-то. Когда нам что-то нужно, то мы знаем, что такое человек. Человек в нашем понятии вообще это такое существо, это личность, у которого есть нравственность, есть честность. Он добрый и так далее. То есть вообще смысл человека, если мы говорим, будь человеком, то мы не говорим, то есть раньше люди так говорили, сегодня уже все меньше. Но имелось в виду, будь настоящим человеком, а настоящий человек, он добрый, честный. Раньше было так, знаете, что человек друг другу что-то обещает, а откуда я могу верить, что ты это сделаешь? Я дал свое слово. О, вот это было, знаете. Смотрите, сотни лет тому назад, когда человек дал свое слово, так он этого держался всю жизнь, даже если ему было невыгодно. В истории есть много таких примеров очень положительных, когда люди дали свое слово, и бумага не нужна была, потому что для них это слово было чем-то очень важным. Если он что-то сказал, он это выполнил. А вот человек, если говорить и не выполняет, он тряпка, как ему доверять? Теперь смотрите, как можно определять по-настоящему человека. Этот человек, он должен быть по-настоящему человеком. То есть, когда мы говорим, будь человеком, никому в голову не придет такое, что вот, да, там, обмани. Нет, нет, это противоположность. Быть человеком, значит быть хорошим, нравственным, чистым, благородным человеком, проявляющим положительные качества, которые помогают другим, справедливые, готовы тратить время ради других людей и так далее, и так далее. То есть, когда нам нужно, то мы знаем, что такое вот просто такой образ корчинка хорошего человека. Быть человеком, это человек честный, правдивый, настоящий. Но у нас сегодня полно подделок. То есть, людей, которые врут на каждом шагу, не очень-очень хочется враться с тому, что вот ложь, она, знаете, утомляет нас. Почему нам не стоит этого делать? Вести нужно такой образ жизни, чтобы можно было всегда говорить правду и не стесняться, сказать, что я делал, потому что мне нечего скрывать. А человек, который врет, он постоянно должен помнить, что он там сказал, кого как обманул, что он до этого сказал, чтобы потом повторять вот свою ложь. То есть, все нужно помнить об этом, да. А это уже не естественно, если мы врали одному, второму, третьему человеку, кроме нашей настоящей жизни, нужно еще врать. Представьте себе, сколько ненужной информации, которая нас напрягает. Я так удивляюсь, когда люди строят свою жизнь на уже, например, супружескую жизнь. Кто-то там, чтобы женщина его полюбила, он там обманул. Много-много чего о себе рассказал. Так рано или позже все это будет видно. И потом будет окажется жизнь построена уже. Они в конце концов, спустя время, будут узнавать друг о друге все больше и больше. Оказывается, они друг друга обманывали до того, как вступить в брак. Скорее всего, им будет очень трудно сохранить это отношение. Как минимум теплыми, хорошими. Или этот брак, оно разрушится. Потому что они друг друга обманывали. А какими могут строиться отношения с детьми, если родители врут своим детям? Я помню такую деталь в своем детстве. Может, мелочь, я не знаю. Может, и маме было бы неприятно. Просто мне как-то у бабушки дали денежку. И я не помню там, я даже не разбирался, что это, сколько это денег. Я только картинку запомнил. И я потом очень ругался, что мне мама давала. Я ей, да, я черботы не потерял в карман, а потом я тебе дам, когда мы заедем домой и обратно. Ну, хорошо. И она мне дала денежку с другой картинкой. Я сильно возмущался. Я только спустя несколько лет узнал о том, что это была стоимость, ну, половина. Хоча там была побольше, а больше, покрупнее, но вот оказывается, это была половина. А очень обидно, знаете. Ну, сейчас это мне так вот... Просто это на самом деле, понимаете, что это было полно таких ситуаций, когда родители обманывают своих детей. Или они обманывают в семье супруга, там, друг друга обманывают. Только маме не говори. Кто-то позвонил там, скажи, никого дома нет. Скажи, что меня там нет и так далее. То есть люди побуждают детей врать, а потом они хотят, чтобы вот из этого получился какой-то хороший результат. Фундамент же, он же, подделан. То есть там никакого основания нет. Это вырастут люди, которые будут обманывать других. Если они сами, они могут сделать выбор. Естественно, это не говорит о том, что у них такого выбора нет, они теперь всю жизнь будут врать. Но на самом деле этим детям потом будет трудно. У них не будет уважения к властью или уважения к тому, что такой истинный закон, законопослушный. Они не будут, потому что зачем? Если они, как норма у них была, это как норма, что необязательно говорить правду. Можно искать, что как-то себе какой-то выгоды при помощи обмана. То есть вот так формируется уже в раннем детстве мышление человека. Это же очень опасно. То есть потом человек, подросток, он начинает так вести себя с родителями. Он знает, что можно вот так выключить обманом и это выгодно в жизни. И потом во взрослой жизни, если только человек не осознает, не начнет искать этой настоящей жизни. Если его не страшненько одного дня и подумать, зачем мне такая жизнь, зачем я должен жить, обманывать и потом мне неудобно в зеркало смотреть, кто я такой. Я далеко уже, давно не настоящий человек. И вот знаете, эта еще информация ценна насчет лужи, что вот детектор лужи, он так работает, что он проверяет организм на луж, каким образом. То есть человек, он ведет себя неестественно. Когда мы обманываем, то у нас там глаз, там, знаете, и что, он ведет себя так и жесты, что это видно, что человек, он врет. То есть специалист может увидеть, но когда хороший такой обманщик, то нужен детектор лужи. И человек говорит в глаза и врет, и вообще не шевелится. И тогда что? На детектор лужи, когда его подключается к какому-то оборудованию, какое-то лислое, исследует человека внутри, организм его срабатывает. Сердце, там, давление повышается, нервы там срабатывают. И все равно нужно, можно исследовать, как этот человек обманывает. Вот видите, вот мне нравится, как можно обмануть детектор лужи. Только никому не говорите, я вам скажу. Когда вы будете, полицейские будут вас допрашивать. На самом деле, там хорошие специалисты. Но вот простой метод, знаете, когда человек кидает себе в обувь какой-то кольщик, такой предметчик маленький, и когда говорит правду, он там нажимает пальцем, ему больно. И внутри происходит вот этот сигнал в этом оборудовании, в этой аппаратуре. А потом, когда говорит ложь, он ничего не делает. Там тоже появляется сигнал. И вот этим способом люди вводят забужение в детектор лужи. Когда ему больно, и он говорит правду, там появляется сигнал. Посмотрите, каждый ложь, это внутри нашего организма стресс и боль. Представляете себе, как люди страдают всю жизнь. Если они, вот у них принципы такие жизни, да, они не считаются с другими, они врут каждому с утра до вечера. Это не просто некрасиво, это не просто, что они причиняют другим вред. Но сам человек, он же мучается. Каждая ложь, каждый обман, это какой-то стресс для организма. А потом помнишь это еще. Я говорю, а отношения с детьми, если мама говорит своему там ребенку, что твой папа космонавт, да, он спрашивает, когда он вернется с этой космической станции, сколько он там будет. Или он куда-то уехал в командировку. А папа на самом деле давно их бросил. Но она потом, с каждым годом ему придется, для этого ребенка, давать дополнительные объяснения, а в какой стране, на какой космической станции, почему так долго папа не возвращается. И потом придется ему все равно сказать правду, или он сам ее узнает. Как он будет относиться к своей маме. То есть такое представление, что ложь ради чего-то хорошего, что тогда можно. Ну это же полнейший вред. То есть ничего, ну нельзя спрятать и скрыть. Все, что тайно, оно рано или позже будет обнаружено. Поэтому очень хорошо вот людям, которым нечего скрывать. Которые живут так, что они не стесняются от своей жизни. Им не нужно никого обманывать. Смотрите, я говорю, что это истина, это такая достоверная информация. Действительная. Настоящая информация. Когда в комнате темно, тогда человек боится зайти в комнату. Мы боимся уже и того, чего мы не знаем. Когда там появляется свет, у нас страха нет. То есть когда присутствует достоверная информация. В комнате темно, мы ничего не знаем, что внутри. Нам страшно. Мы боимся сделать шаг вперед. Потому что там может быть какой-то что-то опасное. Может какой-то маньяк нас ждет. Преступник с ножом, с топором. Да, воображение работает. И мы вот, смотрите, когда мы, нету достоверной информации. Когда включается свет, мы видим все детали в этой комнате. Где находится там диван, стол. И что там никого нет. И мы можем чувствовать себя хорошо, уютно заходим внутрь. То есть информация достоверная, она нас успокаивает. Чувство страха мы тоже не будем испытывать в жизни. Когда мы узнаем о чем-то. Кроме этого, очень часто мы, когда нет этой достоверной информации, мы вот не идем в каком-то направлении. Мы не приближаемся. Мы боимся. Мы не будем решаться, что-то делать в жизни. То есть, смотрите, люди боятся иногда замуж быть и жениться. Люди могут иметь разные такие опасения. Но когда они приобретают достоверную информацию, они знают, что и как сделать, им не страшно. Во всех ситуациях, посмотрите, сколько плюсов, когда человек стремится к истине. Когда он сам живет поистине, то есть он нормальный, честный человек. Его уважают. С ним хотят работать, сотрудничать, потому что он вас не обманет. То есть это, если речь идет о поиске хорошего работника, я вот нашел такую, знаете, информацию в интернете, что на высокую должность и самые востребованные качества – это честность. Это интересно, что вот не образование, не специальность. А вот первое – это честность. Если он честный на высокую должность, так мы его там доучим, если он чего-то и не знает. Если он не суперхороший специалист. А главное, что мы можем ему доверять, потому что там наши деньги, наше имущество. От него многое зависит. Так что честность, когда вот людям нужно кому-то довериться, они ищут такого человека. Поэтому никогда не врете, когда делаете CV. Там многие пишут о себе сказки, знаете. Там нам же говорили, нужно положительные свои стороны освещать. Но многие так показывают свои положительные стороны, что они вообще какой-то гений ходящий. А у них минусов вообще нет. И это сразу вызывает подозрение. То есть, ну, еще это такой неопытный работодача. Или это низкого там уровня работы. Так это пройдет, наверное. Но когда это специалисты, они сразу посмотрят на такое CV. И они увидят, что это подделка. Что такое его не бывает. А когда человек пишет по-честному, вот в этом разбирают, в этом у меня минусы. А это вызывает доверие. Такого человека начнут с ним разговаривать, спрашивать. И когда он будет честно разговаривать с работодачем, а я говорю о том, что они берут иногда там специалисты, психолога, который наблюдает за человеком, как он ведет диалог с работодачем, чтобы увидеть, что он правду говорит или обманывает. То есть, что по ним видно. Вот в этих ситуациях, то есть, честность, она является огромным преимуществом. Мы выигрываем. То есть, мы получаем работу. Нам доверяют. Да, можно добиваться тоже денег нечестным трудом. То есть, можно обманывать, и это выгодно получается. То есть, люди так делают. Но я бы не хотел, чтобы вы просто думали, что вот честность не практична совсем. Это не так. Я уверен, что на честных людей всегда будет такая, ну, попытка, то есть, будет спрос от этого слова, что это как драгоценный такой металл, как золото, что-то настоящее, не подделка, настоящий человек. С ним захочат дружить, с ним захочат работать, потому что вот это редкость. Это особенность. Это как золотой человек, буду говорить. Вот он честный. То есть, как он нравится, не нравится. Иногда вот его честность, она вот колет в глаз. Да? То есть, для некоторых. Вот почему люди возмущаются таким честным. Если человек преступник, он врет и обманывает, так вот присутствие честного человека, ему как-то даже не по себе, потому что вот трудно его обмануть. Вы знаете, и на самом деле, то есть, если мы умеем вести себя честно и живем, то мы быстро можем даже разоблачить того, который нас обманывает. Как минимум в той области, в которой мы являемся каким-то экспертом. То есть, если это моя область, то обманщика я сразу могу выяснить. Как я говорил, бизнесмен такой настоящий, когда к нему придет кто-то и будет притворяться бизнесменом, он сразу его почувствует. Я знаю, я когда-то видел такую ситуацию тогда. Кто-то пытался вести себя на переговорах, как высокого такого поставления человек и богатый. Но это не получится никогда, потому что там это люди, которые говорят на своем таком определенном языке. Как хирурги разговаривают на своем языке, и мы не поймем их. Механики тоже могут говорить на своем языке. Ну кто? Ну молодежь, у них тоже свой жаргон, есть определенный язык. Он в тюрьмах есть тоже своя манера речи, да, определенная. И когда кто-то пытается войти в доверие и начинает эти словечки там использовать, очень быстро специалист его сможет разоблачить. Он не обманет того, кто вот там живет, скажем. Понимаете вот эту ситуацию? И то же самое, когда человек войдет в такое общество и начнет вести себя для того, чтобы типа подружиться и связи так завести, еще он будет обманывать, это быстро могут его разоблачить, и ничего не получится. А честному человеку еще он скажет, чего-то не знает, чего-то не поймает, какая-то музыка, нет, нет, я об этом не разбираюсь. Тогда нормальнее, когда кто-то будет тоже притворяться, узнаете, что он там в чем-то разбирается. Не получится просто. Получится только смешно. Вы знаете, и еще вот есть такие ситуации, область, я говорил о семейной жизни, потом еще речь идет о проблеме семейной, я иногда вспоминаю о том, о зависимости, когда человек, он живет в таком самом обмане. Люди, которые, у них, которые имеют зависимость, алкогольную, наркотическую зависимость, у них определенные такие механизмы, механизмы, которые работают, то есть такой склад ума, то есть там есть такое заблуждение, которое присутствует в нем, где это нужно лечить, но он об этом, такой человек не осознает, он живет в самообмане, причем в таком сильном, что этот человек верит, что с ним все в порядке. Когда человек, он еще обсуждает такой разговор, слушай, у тебя проблемы только говорят, да, неужели, но ты вот там, там, ты серьезно, надо мне подумать. Когда он так говорит, значит, еще более-менее с ним. И люди, с которыми разговаривают, так я иногда, когда общаюсь с такими людьми, потому что я эту тему, ну, неоднократно уже затрагивал на разных тоже докладах, есть люди, которые потом со мной обсуждают, разговаривают, они хотят что-то узнать побольше. Когда он со мной разговаривает, я более-менее спокойно в этом человеке, потому что вот если у человека зависимость, так он отрицает всегда. То есть все вокруг видят, жена видит, они ему говорят, может, хватит уже. Да у меня никакой проблемы нет, я всегда могу врачить. Да нет, у меня просто, да, все, что угодно, могут сказать депрессия. У них этот механизм называется иллюзией. И как это было, это слово? Ну, то, что он постоянно будет отвергать эту информацию, да, и вводить в заблуждение, то есть он будет создавать иллюзию, что он такой нормальный, чистый человек, с которым ничего не происходит. И вы знаете, насколько убедительно этот человек, он врет, и, ну, может, даже несознательно врет, потому что он верит, что с ним ничего не происходит. Если он болен, то внутри его заболевания, которое у него есть, зависимость, организм настолько сильно требует новую дозу чего-то, или это будет игра там азартная, или секс, от чего он там бы не был зависим. То есть он настолько требует этого, что заставляет организм врать просто. Представьте себе, мозг человека, человек врет, он думает, что с ним ничего не происходит, чтобы он только мог дальше и дальше продолжать это. И вот удивительно, что эти люди могут своих родственников, например, муж может свою жену, 15 лет, доказывать, что проблем нет, и она покрывает его и верит. Потом, спустя время уже, видно, и специалисты могут определить, ты был в зависимости, когда человек было там 20, 25 лет, 30, а он начал лечиться спустя только 20 лет. А по симптомам, потом, когда исследуется все развитие у него, эти проблемы, то можно это увидеть. 20-летняя для супруги, они мучаются друг с другом, и она вот верит, что он справится, у него трудный период, если иногда жены покрывают, они верят им, потому что он так убедительно обманывает, он сам верит в то, что с ним ничего не происходит. Как теперь эту ситуацию разработать, если там ложь, это сам, ну такой человек сам себя обманывает, вводит себе сам заблуждение и жену свою, и родных, а все страдают. Нужен тот, который видит, где эта ложь находится. И поэтому, смотрите, человек, который вышел из этого ситуации, вот общество людей, которые были алкоголиками и жена, которая была вот в этом обмане, жила, она может помочь другим. То есть они вот специалисты вот в этой области. Как я говорил, что вот трудно обмануть, вот говорить языком хирурга, если я не хирург, то есть я не пойму, о чем он говорит. Механик, механика тоже очень хорошо понимает, с полуслова они это, когда они два работают, встречаются, они сразу говорят на своем языке, и посторонний человек не поймет, что это, о чем они говорят. Нечто подобное происходит, когда, чтобы помочь вот таким людям, вот алкоголик должен попасть в среду, к психологу, который был алкоголем, не просто, который книжки читал. И поэтому есть группы, где он, например, общается с теми, кто уже вышел из этого. Вот эти люди потом создают такие митинги, группы, они друг другу помогают. Пришел человек впервые, он такой, его заставили, его из дома выгнали, если ты не пойдешь на эту встречу, мы с собой не разговариваем. Он там пошел, просто провести время, но когда слушает других, и начнет еще разговаривать, они быстро ему докажут, что сколько у него уже, они, они видят это, он просто, и их не сможет обмануть. Поэтому, это самый успешный способ. Там просто обманывать вот этих людей не получится. И, к сожалению, это женам тоже нужно. Вот если они хотят выйти из такого трудного положения, они уже так оказались, уже несколько долгих лет мучаться с мужем, у которого зависимость, чтобы ему помочь. Не обязательно сразу разводиться, нет, но чтобы успешно пополнить, им нужно пойти вот на такую встречу, где встречаются жены, созависимые жены. И только тогда, когда она, вот эта жена, новая женщина, она с ними общается, это длинный процесс, но это эффективный процесс, когда они друг с другом общаются, она может увидеть свои ошибки, которые она допускала, где она сама себя тоже обманывала, или где она верила в его обещания, а смысла этого не было. Как наркоману, алкоголику тоже нельзя верить, то есть этот человек в глаза смотрит, обманывает, настолько убедительно, потому что ему это очень нужно. И очень часто, я даже такую мысль могу бы сказать, что они врут несозначенно, иногда просто, они даже верят, что они могут справиться, что они не болеют. И поэтому, если он верит глубоко в это, он так убедительно может это доказывать окружающим. Так или иначе, смотрите, везде, где ложь, там страдания. Там нельзя построить хороших отношений, хорошего будущего, ребенку помочь, воспитать его, если его чем-то обманывают. Семья, когда создается, и строится, она может строиться только на честных отношениях, на доверии, когда люди могут полностью рассказывать друг другу правду. Если вы видите где-нибудь до того, как вы вступили в брак, человека, ваш спутник жизни, он раз, второй вас обманул, должно вас это не просто удивить, нужно сразу на это реагировать. Он может говорить, да нет, это умеет, все так делают. Тогда вам сочувствуют такого будущего, если человек, или еще он ведет себя, потому что ложь, это тоже неправдивость у человека, если он двухлицей, он играет в кого-то, он не показывает, он одевает эти маски, это то же самое. Возможно, с нами это происходит, эти маски мы одеваем, когда говорим человеку, что как дела, все в порядке, а у тебя, how are you, I'm fine. Так в западных странах присутствует вот такая искусственная улыбка, и все очень рады друг друга видеть, но это не так. Там много тоже лицемера, и в наших тоже таких есть много примеров, где этикет такой, говорить, вот неважно, как ты себя чувствуешь, но говорить так, как положено, как дела, все нормально, значит, ни рыба, ни мясо, ни хорошо, ни плохо, и даже когда плохо, все говорят, что отлично, лучше всех. Но я иногда, знаете, зачем-то говорю, вообще-то так гнушал, когда вот меня спрашивают, очень хорошо, или говорю чудесно, и когда я себе так повторяю каждый раз, знаете, чудесно сегодня, у меня такое чувство, что оно так и происходит, потому что я себе просто иногда это внушал, чтобы так себя чувствовать, но в таким смысле может, может и можно. Просто играть кого-то на самом деле тоже рано или позже не получится, то есть это не получится по-настоящему, это тоже временно, только может нас почти с какого-то положения, если мы играем какую-то роль, долго не получится, потом еще мы перед свадьбой играем какую-то роль, не того, кем мы являемся, или на рабочем, работа начала, играли какую-то роль специалисты, потом все равно все это будет видно. Так что давайте жить честно, истина на самом деле. Представьте себе, я бы прочитал эти слова и насколько они важны. Как можно разочароваться в конце жизни, если человек, он узнает, что я вел неистинную жизнь, не вся жизнь оказалась под делку, столько потрачено во времени. А что такое истина жизни, где вот эта истина, как строить жизнь вообще целиком? Вот этот Пилат в первом веке, он так иронично сказал, что такое истина, он так, что такое истина, когда осуждал Иисуса, Иисус сказал, я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы дать свидетельство о истине. Он потом сказал, слово Твое есть истина, о слове Бога. В Библии есть истина, то, чему учил Иисус, вот эти жизненные принципы, это истина, это мощный, хороший фундамент для того, чтобы строить отношения, воспитывать детей, вещи, такой образ жизни, который является истинной жизнью, где мы ничего потом жалеть не будем, стесняться, краснеть, где мы можем ожидать тоже награды за наши поступки, за нашу жизнь и не разочаруемся. Давайте так строить свою жизнь, чтобы это была истинная жизнь на крепких, мощных фундаментах, принципах избития. Приятнее, что вы сегодня меня выслушали, я желаю вам хорошего вечера и до завтра, мои друзья. Продолжение следует...